Приветствую вас, дорогие друзья, у нас в своем канале и продолжается наша совместная с игровым каналом Dota компания ZANU Media. Решили мы продолжить формат, в который играли в прошлом году. Так, в общем, напоминаю, если для новых зрителей, напоминаю, что играем... В общем, посмотрите первое видео, там все право объясняются. В общем, получил я сейф от своей коллеги и сейчас я его загружаю прям при вас. Я его не смотрел, можете поверить, мне назвало. И даже интересно, что там, как там, что нового вообще по карте. В общем, все, давайте загружаем. Лето 264 года. И так же мы не общаемся в ВКонтакте по поводу всех стратегий, поэтому я не знаю совершенно, что там происходит. Я вот при вас... Да. Молодец, мой коллега взял такие карфаген. Не знаю, пока не знаю, каких трудов ему это стоило. Но, тем не менее, карфаген взят. Так, ага, карфаген взял Лептис Магн. В идее сейчас бы высаживаться на Сицилиево, пока там еще Рим не развился. Ну, все, началось, значит. Римляне уже пытаются высадиться. Так, 1750 у нас по казне. Что еще? Пять регионов под контролем. Ну, силу до силу там. Можно было даже не защищать. Прибыль 1494 динарии. Мой коллега тут поднанял, я смотрю, войск, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, конечно. Палата советников строится. Так, если убавить чуть-чуть налоги в цехте, или пускай, ладно, пока поимеем денег по максимуму, потому что у нас денег нет, грубо говоря. Пока по максимуму. Если уж начнутся бунты, тогда уже прям... Ну, если прям совсем уже будет туго, то будем упавлять. Так, у Кахфагена, в принципе, в Папсе-то... На нам одни стрелки. Ну, давайте завершу ход, а там уже решу, что... Дальше со всем этим хозяйством делать. Так, стоп, еще вот здесь не посмотрел. Ну, Египет, да, конечно же, Египет идет дальше. Ну, я не... Ну, в общем, поэтому не надо захватать силу сейчас Кирену. Мы также можем утерять, конечно. Силу я бы не... На самом деле, Лептисмагн, я бы не стал наступать сейчас. Я даже ничего строить в Кирене не буду. Даже не буду тратить на это силы и средства, потому что Египет. Если сюда придет, я бы даже, знаете, что сделал? Ну, я бы сейчас... Наймем здесь один отряд крестьян, чтобы противник здесь... Приказы. Увязан на какое-то время. И бежим дальше. Бежим дальше. Ходы сделаны, могущественный владыка. Приказы. Потому что, ну, бесполезно тут. Тем более, по Тинькипту удерживаться. На данный момент. А здесь Кахфаген может быть как буфер. Давайте завершаем ход. Так, со что меня садили? Офига тебе, на Миде крестьян 120 динариев стоит, да? О, Египет ушел, что ли. Или они просто скрылись? Великий? Да, мой повелитель. Да, не могу понять, где они. Да, мой повелитель. Сейчас же. Годов больше нет, господин. В любом случае, Кирена, пускай, выживать пока как сможет. Так, Даки воюет с Фракией. Сенат и граждан Рима, может, в сирийские дома воюют с Галией, проще так сказать. Ну, кроме, кроме Юлиев. Потому что Юлия с ним не воюет. А, они, может быть, до этого уже начали воевать. Так, Фракия развал в союзе со скифами, и Даки объявил в союзе со скифами, Германия с Брутами. Такая у нас, в общем-то, общественно-политическая ситуация складывается. Так, мне интересно, что меня садили. А, циркту, циркту. Фиг с ними. Пошиб вообще. У меня даже нет совершенно никаких войск защищать циркту. Я даже пытаться не буду ее защищать. Только вот так и 9. Питер 2 давайте распустим. Питер 2 давайте распустим. Так, 892 динарии у нас прибыли. Но если что-то стоит, это, естественно, будет минус. Ну, один отряд крестьян, и тут 10,9 отрядов кахфагенских, и бежать из кахфагена, спасать циркту. Так, а где мне, интересно, агент? Это здесь был агент. А, вот он. Ага, тут небольшая кахфагенская армия в числе нескольких отрядов и львков. На емку тоже возьмем, потому что на емке должно служить как бы. Ну ладно. Блин, мне придется немножко снижать налоги здесь. Снижать немножко налоги. Я вот на самом деле лучше бы даже фабс отгал бы у кахфагена. Господин. Мой повелитель. Так, ну здесь можно, знаете, что сделать? Вообще, как бы, значит, не снижать. Как бы у нас денежек даже больше потратилось, чем я. Ну, там, 7,7. На ремонт стоил бы 77. Ну, уже дороже так. О, кстати, как я угадал, что это у нас управленец. Мой повелитель. Два генерала у нас в походе. Завершаем ход. А теперь с другой стороны нафиг. Вообще пофиг. Пофиг на кахфаген. То есть, хотя бы пехоту нанять, чтобы держаться от кахфагена. Понимаете, найму флот и пойдем в Сицилию нафиг. Все, резко меняю планы. Потому что там Екипет идет. Так, фраки объявил союз с Германией, даки с Македонии, Армения с Понтом. И империя селескидов в перемирии с Понтом заключила. Так, кахфаген. Сейчас кораблик наймем, потом какую-нибудь пехоту нанять нам. Чтобы... Потому что наверняка будут осаждать. Ох, приказы. Так, ну давайте-то отступим все-таки от этой Агнишки-Рена. То есть, конечно, нас не поймали в полкете. А я чувствую, что меня поймают сейчас. Могучий полководец. Великий. Попробуем с Египтом прекращение огня. Ну, понятно. Потому что не хочу и на Лептис Магн отпускать тут. Это будет такой бушер пока что от Египта. Так, по идее, можно было бы Лептис Магн не схватить все дела, ну нафиг. Я не хочу сейчас заниматься этим, это Лептис Магн. Завершаем ход. Что-то опять осадили меня. Они цех-то, что ли, по-новой осадили, или что? Или Кирена, может быть, в осаде? Нет, Кирена не в осаде. Могучий полководец. Уходим! Слушай, а может быть, удержим Кирену? Карфагини Берема, Карфагини Палата Советников построились. Свадебные торжества. Прямо 27 лет. Где он у меня? В Тиньки. Оказалось, да? Так, 203 динария прибыли. Цех-то снова в осаде. На следующий ход у нас всего 101 динария прибыли. Блин, нам агенты даже не обязательно будут сажать кораблик. Приказы? На росту! На мне сейчас не дадут выплыть. Ах, так, к сожалению. Да, пускай я уйду в минус, но мне надо донять пехоту. Потому что Кахфагин надо защищать. Кахфагин это... Город Кахфагин это не такая мелкая цирь, которую нужно бросить. Этот Кахфагин будем в любом случае защищать. Великий! Дипломатом двигает. Давайте на восток пойдем. Кахфагин это ключевая, стратегическая просто точка. Завершаем ход. Поэтому даже если я немножко буду в минусе, но тем не менее. Кахфагин мы будем защищать. Просто костьми ложиться, но обогонять. Так, в Египет воюется импери селивкидов. Ну, Египта может сейчас быть даже не до меня. Не до нас, точнее. Единолично так назвал, да? Компания. Моя компания. Нифига не моя, наша, наша компания. Так, пехота пустынь. Пехота пустынь. Еще отряд нанимаем. Так, Киреневу дороги построил я. Так, минус 496 динари, в принципе, как и предполагалось, да? 208, это плюс с наймом. Так, и сейчас я могу сделать рыбок на лилибей. А давайте, что-то возьмем лилибей. Сходим с кораблей. Могучий полководец. Атакуем врага. Осаждаем поселение, господин. Поселение в осаде, господин. Так, тут уже хозяйничать сапионы. Кахфагены, я так полагаю, здесь сил уже нету. Взятили лилибей, конечно, приведет к войне с Римом. Тем не менее. Так, все, коробку прячем в порт. Египетскарни. Еще какая-то египетскарни идет. Сейчас же. Надеюсь, не на Кирен. С первым господином. С другой стороны, давайте распустим крестьян, может быть. Так, население 1449, 2% это по 20%. А, 1% 4%. Ну да, все правильно, по 28 человек прибавляется. Ну, конечно. Да, конечно. Кирена хороший у вас. В кавычках, естественно. Ну, Кахфаген, кстати, бросил осуждать цирку. Пусть я буду в минус, но построим порт. Или, может быть, не стоит заморачиваться. Ну ладно, мы там, если что, награбим за счет лилибея денег. Ну, Кахфаген, я так полагаю, что может сюда, скорее всего, пройти. Кахфаген, поэтому здесь нанимаем и нанимаем. Нанимаем много отрядов, как можно больше, чтобы защититься. Кахфагенских атак. И завершаем ход. Ну, вообще, Кахфагенских, вообще, чьих бы то, нет, я ошибся, тут, кстати, есть небольшой Кахфагенский. А, мне даже 29 лет. Ну, у него, понимаете, никаких аферистик нет, стоит ли вообще брать. Ну, давайте, ладно. Сейчас просто генерал нужен, как воздух. Кстати, цирк-то скоро будет расти. Так, с Кифи объявил Союз Германии, Армения с Парфи и Галия с греческими городами. Сейчас генералу просто нужны, как воздух. Так, минус 796, это понятно. Ну, сейчас, хотя на Лилибее много, может быть, и награбишь. Давайте теперь штурмуем. Тицилию надо в любом случае тоже брать. Тоже стратегический объект, стратегическая точка. Сегодня подходящий день. Ждать моего приказа. Так, идем тогонить. Что-то у нас вообще в составе. Генеральский отряд есть один. Еще какой-то отряд кавалерии. А, нет это. Круглые считания, по-моему, кавалерии. Не такая мощная кавалерия. Это даже, они, по-моему, послабже вот этих вот. Но, если учесть, что это компьютер. Но у компьютера есть бонусы. Мы тут коримся. Чтобы не ждать бесконечно, когда они дойдут. Хотя у нас против кавалерии должны вот эти поединиться. Копеечки. Пехота пустыненькая. Таран сделал свое дело. Ваши солдаты пробили вражеские ворота. Так, ворота мы уже пробили. Осталось пробить стены. Боги и судьба улыбаются нам. Вражеские стены пробиты. Все, теперь смотрим. Походу на площадь. Вот это первый такой вот поход. Достаточно зверистый. Тут, кстати, очень мало походов. Всего два прохода. Здесь и здесь. Оттуда бежать нам далеко. Поэтому придется, скорее всего, пользоваться, наверное, одним проходиком, что ли. Ну, либо туда сейчас мы генеральскую кавалерию проведем. Ну, вообще, не только генеральскую, вообще, кавалерию. Вся кавалерия, пускай шагом, направляется пока. Вся стрелковая кавалерия. Вот сюда. Куда ждут копейщики. Куда ждут стрелки. И ждем. Ждем, когда все это будет сделано. Вашим людям удалось подняться на стены. Теперь путь к победе совершенно ясен. Так, в вороту захвачено здание. Здесь наша кавалерия уже дошла. Ох, ребятки, сколько вы себе представить не можете, сколько вам нужно обойти. Просто обход. Так, копейщиков размещаем здесь. Может быть, они, конечно, не актик какие-то копейщики. Я думаю, сопротивление-то они окажутся, ничего. Ох, ребятки, стойте, охранять эту область, найдем их. Стойте, охранять эту область. Приводник, на рюкнике. Министры, кавалерия. Стрелковые кавалерия сюда. И основные кавалерии наши вместе с Генегалом идут сюда. Мы берем стойковый отряд кавалерии. Один, просто один стойковый отряд берем. Куташев, шарит, а? Подбегаем. Подбегаем дальше. Отлично. Мельтели они на наших копейщиках. Вражеский полководец показал, что он вступает в сторону. Вражеский полководец был убит. Теперь мы увидим, насколько храбрые его солдаты. Фиаг. Изваливай Фиаг. Не убит. Так, теперь. Общая атака кавалерийская. Акапашную складку. Враги трусливо бежали. Вытесним их с поля боя. А тут уже подоспел наш тавалерий. Не надо кидаться. А вот сейчас нашу кавалерийку. Победа сладкая. Все, победа. И она еще слаще от того, что одержана так решительно. Победа. Нет, ничего слаще победы. 79 противников убиты. Мои потери составили 43 человека. Даже чуть-чуть меньше мы потеряли. Все, лилибей наш. Победа. Мы победили. Пограбим. В первую очередь святилище Бауа сразу. Ремонт. Так, отличную пехоту. Очень все войска, все, что у нас здесь есть, мы можем спокойненько переобучить. Так, и смотрим дальше, что у нас здесь есть. Так, у степенок тут Сиракуза. Мои глаза ваши. Не слышу, не видим. Сиракуза гарнизон не такой большой, кстати. Так, отлично. Пока у нас есть деньги, можем либо большие каменные стены сделать, либо армейские казармы. Вот, давайте казарму точно. Они нам дадут легионеров. Там потратил я все деньги на казарму. Ну, я думаю, мой коллега не расстроится, если я построю эту постройку. А настройится, правда, будет шесть ходов. Нам шесть ходов ждать нумидийских легионеров. Это наш, может сказать, один из единственных путей к спасению всего-то. Всего-то навсего. Завершаем ход. А, из цепиона под Кахфагеном высадились, это плохо. Я туда, не обратно, да? Видите, какая армия высадилась. Да, мой господин. Так, а хватит мне хода доплыть, нет? Интересно. Чикостатов. Мой повелитель. Почему мы в окружении врагов? С одной стороны, с цепиона, с другой стороны, на Кахфаген. А я думаю, куда с цепиона все свои армии делали? Они на Кахфаген не убили. Так, с кифов союз Македонии. Я в крайнем случае успею еще один отряд здесь сделать. Конечно, приход-то пустынь, она наравненная с гастатами, получаете, да? Даже чуть-чуть сильнее. Плюс стены, конечно же. Просто смогу ли я противостоять. Хотя, даже, судя по всему, эту миссию выпадет даже не мне, а мои коллеги. Так, в Кирене у меня появился генерал, у него и талант командира, и управленцы с одной стороны. Как лилибей, Кахфагенский агентка заблочен. 321 на Рифплюсе. У меня есть два пути. Либо перебрасывать подкрепление и защищать Кахфаген, либо Кахфаген сможет защититься своими силами. Да, великий господин. Но мне попросту не хватит хода. Не, мне хватит хода в порт запрыть. Должно хватить, пока не имею. Давайте оставим как-нибудь. Бриказы. Мой повелитель. Ну, даже знаете, что просто кавалерию возьму я на подкрепление. И может быть, палочек таких вот отрядов пехоты. Готовим засаду. Все. Ставить паруса. Вот эти отряды будут в помощь, если что. Если сейчас сцепим на сайт Кахфаген, вот эти вот отряды будут в помощь. С финансами. Семьсот сухих, шесть. В принципе, мне даже хватает, чтобы построить дороги. Ребей. Так. Должно хватить, я думаю, не считая здесь вот у нас сколько отрядов. Сцепионов пять, шесть, семь, восемь, девять. Двенадцать отрядов сцепионов. Корабли готовы. Плюс у меня в откреплении идут шесть отрядов в пахту стоят. Плюс в городе у нас получается девять отрядов, шесть отрядов, шесть отрядов, пятнадцать. Че, нужно как-то распорядиться всем этим делом. А потом срочно опять в Лилибей можно бежать, но не знаю как. А тут еще Кахфагенская армия вот есть. Завершаем ход. Мы в осаде. Да, сбылось. Самые страшные встречи. Ну, самые страшные. Теперь у нас садили Кахфаген. Долго прогружал. Кахфаген я пока потому что никого не смогу нанять. Здесь нанимаем ход к пустыне. Беребеем. И денег мало страдает. Даже минус. Но это за счет осады я думаю так позаблачен агент. Движение Детно. В итоге передумаем минус 578. Корабли готовы. Высаживаем наше подкрепление. И папка будем снять осаду. Хотя один к одному будет. Я не успеваю эту пифу провести конечно. Потому что мое время уже как бы вышло. С другой стороны не хочется как бы своему коллеге все это дело оставлять. Давайте я сражусь и пускай на серии заценится. Но я попробую снять эту осаду. просто не хочу оставлять своими коллегами эту пифу. Не то что я такой вредный просто как бы должен я это сделать. По моему приказу. Сделать я. Так нам надо объединиться с подкреплениями. Но хватит ли этого для окончательной победы? Поэтому отходим сюда всеми силами. военачальник. всю кавалерию с вас уже объединим в одно. Давайте побыстрее ребята побыстрее. Я понимаю что вы можете устать. ну как говорится надо. Нам надо объединить наши силы. Готиняк здесь чисто пехота это плагон. Отряды! Вперёд! Да, тут качка стату. Мы хотим, кстати, не сыграть из-за того, как бы я начал эту битву я должен уступать, да? По-моему, наши дротчики нифига пока не приносят никакого эффекта. Вообще никакой. Уже половину. Перекидал я дротику, ни хрена. Вперёд! Ни один гражданский солдат не погиб. Пошли первые потери. Рискованно. Все, все двое следы кидали, теперь возвращаемся обратно. Пытаемся вернуться обратно, и теперь... Теперь бой должен уступить в наши пехоты и кавалерии. Так, в общем, все держим позицию. Дротики, нумидийские метатели дротики. Кстати, есть риск потерять даже генерала. Отряды бегом! В случае чего? Потеря противника от наших дротиков минимальна. Знаете, что я сделаю? Давайте... Отряды! 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 В первые ряды бросим. В случае чего на них первые пилы полетят. Отключим вот тут, пока что, вот этот режим. Сохраняй гнездант! Отряды! 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 А где ещё у них потерь? Потерь больше нигде нету. Ботинка постоянно перемещается, я полосаюсь как бы. Отряды, быстрый марк! Пехота, быстрый марк! Пехота, быстрый марк! Пехота, быстрый марк! Блин, хоть где-то потери идут, пока только по одному отряду, мне кажется, потери идут. Масана, вроде, кидает, но потери их нету. Кавалерия заходит на фланг. А теперь, конечно, понесли, но они такие тяжёлые. Созидист и крачник ещё. Сырканили выиграть фасы. Пехота вперёд. Конечно, я понимаю, что там всё может привести к полному казаху. Капа, блин. Всё, здесь погнали дальше-дальше-дальше. Смотри, быстрей, как он вон лёгнул. Может, уже тут начали отступать. Точнее, не тут, а там где-то. Ну да, конечно, как всегда попадёт в такой отряд, который ни хрена не бежит. Сейчас наша кавалерия, конечно, очень большую потерю несёт. Вражеский полководец показал, чего он стоит. Ваши союзники потеряли своего вождя. Теперь победу вам могут принести только собственные солдаты. Всё-таки погиб один гнидал. Достаточно вернуться. Как-то у нас там ещё. Всё-таки да. Ну, я так и предполагал, что я забегал. Всё-таки может погибнуть тут. В лучшем случае забегал. Это полный случайничество. И вот 17 человек не уплыло. А тут 12, видите, живой. Ну, может быть, не случайничество, конечно. Я чувствую... У меня прям чувство вины за счёт... Враги трусливо держали. Выйти с ним их с поля боя. Это, конечно, жалко. Возможно, какой-нибудь там молодой талант. Отряды! 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 Компьютер даже аналогичный А тут Скорее всего, этих мы уже не догоним Не знаю, насколько это был Далантливый генерал В общем, 892 противника были убиты Мои потери составили 313 человек Тяжелый генерал Скатлан Ну, как его звали-то хоть 12 возвратных потерь Двое излечимых Это вот походу, да, получается Представляете себе? Ну, хотя, конечно, в городе может быть и проще было бы уничтожать Там плюс стены помогли бы Плюс мы на площади бы были до конца сражались Ну, не знаю Может, здесь как бы не стоило бы отвлекаться Приказы Ну, такова жизнь Такова жизнь Этому 9 лет В общем, самое ближайшее генерал у нас будет Абди Мильк 10 лет ему Он еще когда будет Хотя могут, конечно, ездить А какие-нибудь Так Значит, я погружу как флаген Хватит ли денег у меня переобучить Давайте Самый потрепанный Даже хотя бы переобучим Так, конечно, очень сложно занумить Нифига нет ни денег Так Так Аданибал и Гизгон у нас в этих фракции, да, получается Да, осталось 2 генерала, к сожалению Сюда надо тоже быть генералом Лилипий Здесь римляне вывели 3 отряда Из Сиракус Один отряд у них там нанимаешься Что у них здесь, в Миссане? Не видно В Миссане генерала 4 отряда Не слышал, не видел Никто меня не увидит Либо Миссану, либо Лилипий надо пытаться В общем, все, давайте я сейчас покажу еще быстренько Прям быстренько Всю статистику и завершаю Сирию В общем, 6 регионов под контролем Сражений выиграно 8 Одно проиграно у нас В общем, в принципе Я считаю, что я неплохо так Ну, за исключением того, чтобы потерял генерала Просрал Просто просрал генерала Потому что по финансам у нас как бы плюс Итог Мы, в моей очереди Моего правления Плюс Один регион плюсом Лилипий И плюс Защитил я Карфаген То есть захватил Лилипий Защитил Карфаген Ну и немножко Немножко построил Ну, зря, конечно Зря по всему я строил Ну, хотя Блин, не знаю Липит Любит генерала Возможно Побегут эти отряды Но навряд Кирену мы можем утратить Да, в принципе Она нам ничего такого не приносит Чтобы Чтобы о ней жалеть Так что здесь Ну, Карфаген тут целая армия Встать Поэтому Скорее всего Карфагена садит Карфаген Карфаген Да? Чувствуете, да? Карфагена садит Карфаген Так Ну, в общем, да Еще у нас Два торговых пути даже Захватив Лилипий Получили два торговых Блин, что если болтать? Давайте Артистика Мне давно уже Надо закончить все Так, общий баланс Ну, мы здесь где-то Да Ну, не на самом дне Уже, как было в начале Но, тем не менее Военной силе Она у нас чуть-чуть Взросла Опять уже Опять уже Мы не самые слабенькие Так, по производству У нас Мы где-то здесь тоже В центре Первое место А, кстати Почему не оглашать Кто на первом месте По общему балансу Египет А, кому же еще По военной силе А вот по военной силе Гао там Египет сейчас активнее Думаю Будет догонять Опять Варваров По производству Египта Падение Кстати, греки Неплохо держат По производству По территориям Египта Египта Стабилизация Но, тем не менее Они первые По городам Кстати, у нас Не последнее место По городам Мы даже Не четвертое место Вышли По регионам Но, по сути У нас ничего Не прибавили У нас один город Захвачен Был Сива И Здесь мы Приросли Лилибей Обменяли Сиву На Лилибей Но, я думаю Даже не в наценке Разменили Лилибей Конечно Будет покруче Мне кажется С финансами Канал будет в описании Под видео Когда мы его выложим В общем, всем пока Подписывайтесь на канал Игровой канал ДОДО Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Комментарии Будем надеяться Мы продолжим Это Прохождение Будем надеяться Что мы Не сольемся Сохраняюсь Сделаю сохранение И передаю его Моему коленю Все, ладно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok